Волшебник Игры, играйте в игры Игры, играйте в игры Игры, бывают разные игры Детские, взрослые, азартные И просто игры в любовь, игры на воде Военные игры, играешь в инсекте Город суета, у каждого свой мир Голос игрока выходит в эфир Играем в барабан, это как спорт лото Кто вложил десяток... Seen it, maybe in a dream A murky, forgotten land A place where souls may mend your ailing mind Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала YouTube Для вас играет Саша Пуговкин или Гвадриди Кому как удобнее Добро пожаловать в Dark Souls 2 Школяр Дополнение, которое вышло Если не ошибаюсь В марте этого года 2015 Это шугливая мышь Этих, кстати, я не помню Чтобы они здесь были И... Самое интересное, это первая серия летсплея, но Как бы странно это не звучало Летсплей уже идет полным ходом А вот первая серия С того персонажа С воином Воином я играю Во всяком случае Заточен он под воина Она куда-то потерялась И сейчас нужно монтировать Летсплей Уже начинать выкладывать потихонечку Летсплей А первая серия куда-то потерялась Вот, поэтому создам я еще одного персонажа Но не просто так И это будет уже не воин Я вас предупредил, что Основной летсплей будет воином А этого я создам для развлечения Для стримов И имя ему будет Кулак Ярости Ну а в чем смысл Я думаю, вы понимаете С чем-то Ох, мой � 목... Моя 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 Продолжение следует... Продолжение следует... My name is... Так, а по-моему, кириллица у нас здесь... Кириллица здесь не пишется, да... Кириллица здесь воспринимается как нецензурная брань, видимо, раз вместо каждой буквы появляется... Вот такой вот, но, к сожалению, я не знаю, как по-английски будет кулак ярости, я напишу тогда проще... Мистер Стример... Нет, 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 я напишу пафосно... Мистер Стример... Вот так вот, я напишу пафосно... Знаки припинания здесь тоже не в цене... Ну окей, Мистер Стример... И... Что-то мне подсказывает, что это не моё имя, но я более чем уверен, что всё же это моё имя... Так, again... Мистер Стример... Подтверждаете это имя? Нет, я вот мудак... Я говорю, вот такие вопросы мне всегда будут... Билл Гейтс, который придумал вот такие варианты, после каждого действия Windows вас спрашивает... Вы уверены, вот Билл Гейтс, ребят, он всех считает за дебилов? Нет, вот я дебил... И сейчас... Ой блин, а может быть всё-таки это... Да, я уверен... Билл Гейтс, ребят... Билл Гейтс, ребят... О, по-моему... Поехали, что ты знаешь свой свой имя. Вот твоя победа... ...добно... Это... Это... ...связь... ...связь... Не понимаю, при чем здесь хорошенько вспомни свое прошлое. Это, видимо, намек на то, что, как правило, человеческая фигурка юзается, когда уже было много-много смертей. И с учетом того, что вы получили какой-то опыт, вы юзаете человеческую фигурку и идете на босса. Я, во всяком случае, играю именно так. Класс. Нищеброд. Дар. Отличное лекарство. Или все-таки кольцо жизни. Немного повышает ОЗ. Ну, традиционно возьму я кольцо жизни, потому что хп я, как правило, редко выкачиваю. Потому что здесь 2000 у вас хп или 2500 большой роли не играет, особенно на боссах. Так, завершить. Да, я... Ну, тут с внешностью никакого смысла заморачиваться нет. Все равно это первый и последний раз за все прохождение, когда мы видим своего персонажа. Вот. Когда мы видим его лицо. Больше мы его лица нигде и никогда не увидим. Все люди приходят здесь для того, чтобы уничтожить свою церковь. Вы не знаете, я должен быть. Но вернём, поднимаемся к своей таблице. Они все, которые держат тебя от ухода. О, я тебя не ловлю. Ты потеряешь твои души. Все. 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 Я вот серьезно, вот эта вот сцена, настолько она вот, ну, наверное, специально сделана, чтобы вот, вот, как дал бы леща, чтобы фейсом в эту тарелку. И зубы свои вставные, чтобы разбила об эту тарелку. Вот серьезно, вот что смешного? Игра действительно хардкорная, уже хардкор начинается выдержать эту первую сцену. Вот этот дегенеративный смех, непонятно над чем. Будешь умирать? Да знаю я, что буду я умирать снова и снова. Смешного-то что, я не понимаю. Так, смотрим, у меня там какие-то лохмотья должны быть. Уж совсем-то я голым, совсем-то уж голым меня не оставили. Ну, окей, вперед из песни в Маджулу. Так, а здесь больше сундуков нету. Что-то странно, мне раньше почему-то... Вернее, не раньше, мне кажется, что здесь должно быть больше сундуков. Но, видимо, я заблуждаюсь. Видимо, я заблуждаюсь. Так, первый бонфаер. Как его называют? Я же называю его просто Кастрила. Душа, пропавшую от лица и факел. Факел тут же нам дают. Можно, в принципе, сразу в Маджулу пойти, но... Сначала мы все здесь все-таки немножечко почистим. Честно говоря, я до сих пор не понимаю цель розжига всех вот этих чаш. Честно, я не понимаю. Я лично... Я говорю... Я не читал никаких гайдов, ничего не смотрел. Я лично не заметил, чтобы мобы вели себя как-то по-другому. Когда... Когда зажжены эти... Зажжены, вернее, эти чаши с огнем. Чтобы мобы вели себя как-то по-другому, я не заметил. Самое интересное, в конце звук такой, как будто... Мечом его пронзаешь. Врага. Хотя никакого холодного оружия в руке нет и в помине. Так, тут бэкстат, но он, наверное... Нет, он его даже не убил до конца. Ну, с голыми руками-то. Без кастетов. Понятное дело. А кастеты, по-моему, первый раз можно купить только у... Торговки в главной башне. И кто, по-моему, у неё всего один там в распоряжении. Ну, не помню. Не помню, врать не буду. Кинжал. Но мы... Не играем с кинжалом. У нас недаром называется кулаки ярости. И тут самая задача-то становится, на самом деле... Ну, не то чтобы сложная, но не из лёгких. Нужно будет добраться до главной башни. И только там можно приобрести кастет. И опять же говорю, я не помню. У торговки он... У торговки он один. Или у торговки есть... Там и что-то ещё, помимо этих кастетов. Так, что тут у меня? У меня лучник, что ли, попал? Или каким-то... Или каким-то образом умудрился тот с кинжалом зацепить. От этого я что-то не понял. Так. Снаряжение, самоцвет жизни. Это, само собой, разумеется. Ещё маленький, гладкий, шелковистый камушек. Тут сейчас будут птенцы его выпрашивать. Надо попробовать ему... Им его дать. Потому что первый раз, когда я играл, я его случайно нажал Использовать, а не Взаимодействие. Вот сейчас я его выбрал. Попробую. И как вам его отдать? Потому что если я нажимаю... Если я нажимаю Е, то он использует его как бы для себя, и ничего не происходит. Кью тоже не происходит. Так. Снаряжение. Может быть, выбросить? Удалить. Удалить. Теперь... Ага. Вот. Выкинуть. Использовать. Нет. Выкинуть. Выкинуть гладкий, шелковистый камушек. Да. Вот. Такое хорошее и гладкое. Ну. Во. Собрать предмет? Ну. Вот. Ух. Нифига себе. Спиритический трезубец. Блин. А я на кулаках решил проходить. Это что за спиритический... Мать его, трезубец такой мне тут дали. Ну-ка покажите. Нифига себе. 11 сил и 15 ловкости. Ну. Это как бы легко. Вот это. Ребята. Вот второе прохождение. Ну. По второму кругу. И как бы видите. Сейчас вот. Уже. Как бы. Это не гейм плюс. Стоять, бояться. Это не гейм плюс. Это просто второе прохождение. Потому что первое я еще так и не прошел. Я повторяюсь. Я начал вот и делать и записывать. Потому что. Это потерялась первая серия стартовая. Просто она потерялась. Но вот если бы я в первое свое прохождение. В первым своим персонажем. Разобрался как. Потому что я думал дать. Это как бы на Е нажать. И я нажал на Е. И ничего им не дал. Оказывается нужно было просто выбросить. Оказывается нужно было просто выбросить. И тогда. Так. А он голыми руками парировали. Что не делать? Нет. Анимации есть на парировании. Анимации на парировании есть. Но при всем при этом. Нет. Стамина. 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 Закончилась. Закончилась. Без стамины. Как известно. Да. Кстати. Ой. Чуть-чуть не упал. Как говорится. То что я буду проходить на кулаках. Абсолютно не значит. Что я не буду пользоваться оружием дальнего боя. И допустим магией. Вот. То есть я прохожу без холодного оружия. Но это не значит. Что я не буду пользоваться магией и оружием дальнего боя. Ну эти-то лёгкие конечно. Уже я говорю. Когда всё знаешь. Эти лёгкие. Хотя может сейчас черепаху будет легко уже разобрать. Не знаю пока что. Но кое-кого. Вот я пока что даже визуально не представляю как разбирать. Кое-каких врагов я даже визуально пока что не представляю как разобрать. Хотя опять же так и наверное компенсируется скоростью. То есть там у меня тяжеловоз. Да. Он со щитом в тяжёлых доспехах. Но он, мягко говоря, медленный. Это мягко говоря, он медленный. А другое, наверное, компенсируется скоростью. Да. Я лично так думаю. И вот Маджула. Прекраснейший вид. Прекраснейшее. Это переиздание дополненное. С DLC. Плюс ещё здесь появился последний босс-школяр. И вот Директ 11. Вот это вот прям F12 скриншот как-то можно сделать. Или только принт-скрин я нажму. Не знаю, скриншот был сохранён или нет. Великолепнейший просто вид. Директ 11. И некоторые графические улучшения, конечно же, налицо. И видны. И дают о себе знать. Кстати, у меня есть небесный богослов. Ну, ладно. Не буду я распыляться, распинаться по этому поводу. Зажигаем костёр Маджули. Разговариваем вот с этой барышней. Или только в мире. С днем. С днем. С днем. С днем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Немного здесь сказано между строк, но на самом деле, причем даже не столько по сюжету, сколько для самого игрока. Но это мое личное мнение. Причем даже не столько по сюжету, сколько для... Ну и по сюжету тоже, но и для игрока. Так. Улучшить флягу. Дать осколок. У вас нет осколок. Окей. Нет, так нет. Хорошо, оставляем ее. Оставляем эту барышню. Поговорим с куриницом. Так вот, кто-то пришел и запер дверь. Интересно, кто... До сих пор я не знаю, кто это. С ним сыграл такую... Злую шутку. Тут вот у нас есть один торговец, который продает броню. Так, посмотрим, что есть у этого торговца. Но у него только щиты и обмундирование получше, которое потом можно будет купить. В зависимости от прокачки и возможности моего персонажа. Ну окей. Окей. Здесь вот у нас есть сумачок. Осколок титанита. Это хорошо. Потом можно будет... Уже улучшать снаряжение с помощью этих осколков титанита. И здесь вот у нас еще говорящая кошка есть. Она, по-моему, магические предметы продает. Но стоит глянуть все равно. Это тоже торговец. Осколки. Осколки. И у нас нет времени. Покинуть Ковенант. А я что, в Ковенанте в каком-то? Вы не в Ковенанте. Покинуть Ковенант. А, видимо, можно вступить в Ковенант и у нее... Все, я понял. Так, купить предмет. Ну, у нее кольца все различные есть. Косточки возвращения. Испускает свет, отмечает путь. Притягивает определенных врагов. Интересно, каких же... Ну, Талисман Ллойд. В общем, нет у нее того, что мне нужно. Ну, да ладно. Что смешного? Серьезно, не понимаю. Ну, вот таким образом добрались мы до Маджу. Достаточно быстро. Вот. Сразу сделаю предупреждение, что... Ну, как бы, в дальнейшем летсплее идет за Воина. Там больше у меня класс Воина прокачан. Этот я создал. Повторюсь, если кто-то вдруг не уловил. Потому что пилотное видео, начало истории на Воине было мной потеряно. Было каким-то образом... С компьютера куда-то оно потерялось. Здесь вот у нас ковенант героев, по-моему. Как-то он так называется. Или ковенант мазохистов. По-другому можно его назвать. Который очень усложняет игру. Соответственно, Game Plus это у нас... Когда проходишь первый раз игру, Game Plus это у нас... Для тех, кто не знает, это... Более сложное прохождение уже более... Ну, враги будут сложнее. А Game Plus и вот в этом ковенанте... Это будет вообще там... Хардкорная уже сложность. Как люди, которые проходили, Мне описали, что два удара на боссе и все. То есть после каждого удара на боссе Нужно уже выхиливаться. А если пропустил на комбу, так называемую... То есть если пропустил два удара подряд, То все. Очень... Очень маловероятно, что выживешь. Итак, для вас играл и начал мучения Саша Пуговкин для Годриди. Кому как удобнее. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Конечно же, будет очень много интересных видео. Я смотрю по Dark Souls 2 в том числе. Думаю, как раз таки... Если я буду... Когда я буду забивать босса на кулаках... Такие видео стоит выкладывать в YouTube. И показывать, как... Как я умудрился забить босса очередного на кулаках. Ну и вступайте в сообщество ВКонтакте. Созданное специально для обратной связи С автором всех этих видео. С нубскими и ненубскими прохождениями. А также туда стекается вся информация по моей бурной игровой деятельности. А именно стримы, видео, посты. И всем пока.